Многие спрашивают у меня, почему же не падает рубль, не растет доллар, и люди спрашивают, даже вот у меня был вопрос в комментарии, почему не растет доллар, когда он будет расти, сейчас я попытаюсь ответить. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Деметков Юрий, ну вы видите, что я сейчас не дома, я сейчас в Петербурге нахожусь, мы в небольшой отпуск уехали, но тем не менее я продолжаю свою деятельность, отвечаю на вопрос, почему не растет доллар. Ну, в прошлом видео я рассказывал о том, что есть у нас процесс так называемой дефляции, вернее, не дефляции, а девальвации доллара, потому что доллар печатают, я говорил, и пожалуйста, вот в чем выражается, что доллар печатают. Доллар падает, доллар падает, ребята, я показывал это в прошлом видео, ссылочку вы увидите в правом верхнем углу. Вот, но рубль-то тоже падает параллельно доллару, вот в чем дело, то есть у нас идет параллельное падение. Помните опыт Галилео, когда он на Пизанскую башню тащил огромное ядро и пулю, и бросал их с Пизанской башни, и доказал, что они летят параллельно, одновременно. То есть и доллар, и рубль одновременно падают. Ну, доллар падает уже, я сказал, потому что его печатают. А почему же падает рубль? Ну, ровно поэтому, на самом деле, потому что, ну, во-первых, рубль печатают, во-вторых, тоже печатают. Я недавно читал, что, вот, буквально сегодня прочитал, что правительство хочет поддержать объединенную авиастроительную компанию, например, да, деньгами. Что это значит? Откуда деньги возьмутся? А как оно поддержит? Просто простит долги. Ну, как бы, ну, выкупает долги предприятия. Это что такое? То же самое КУЕ. Вот, фактически. И многим предприятиям государство оплачивает. Не нам с вами, простым людям, а крупным предприятиям, потому что Путин сказал, надо спасать бизнес. Поэтому рубль тоже падает. Кроме того, мы знаем, что в связи с кризисом потребность в нефти тоже падает. И мы добываем уже меньше нефти, чем раньше. Соответственно, поступление валюты в страну тоже идет меньше. И поэтому, ну, как бы, поступление валюты в меньший идет. Еще один фактор, который есть, это то, что сейчас выплачивали дивиденды, и многие нерезиденты, они что делают? Они получают дивиденды и выводят свою юрисдикцию. Для этого они покупают то же самое доллары. И, соответственно, как бы, предложение долларов падает, а спрос на доллары растет, потому что, ну, и население в панике традиционно бежит покупать доллары. Поэтому доллар, в общем, стоп. Доллар должен расти, по идее. Но предложение рублей тоже существует. Вот, короче говоря, сейчас наблюдается укрепление, на самом деле, не только рубля, но и всех валют развивающихся стран. Это не только у нас, так сказать, это доллар падает ко всем развивающимся странам, к валютам всех развивающихся стран. Там, к лире, например, еще к чему-то. То есть, не надо пытаться убегать в доллары. Вот, что я хочу сказать еще раз. И так как и доллар, и рубль синхронно падают, это валюты, то куда же бежать? Ну, я уже говорил, что относительно чего они падают? А падают они относительно золота. Идет девальвация, и золото стремительно дорожает. Надо ли покупать золото сейчас? Ну, вы знаете, я боюсь, что вы уже опоздали. Потому что золото очень сильно выросло. Она уже 2000 долларов за унцию пробила. Поэтому, в общем-то, гоняться за этими курсами, я боюсь, что это бесполезно. И вы уже опоздали. Я не могу советовать покупать золото, потому что я думаю, что это уже достаточно поздно. Опоздали. Вот, ну, хочу напомнить, что я об этом говорил год назад еще, что нужно покупать акции золотодобывающих компаний. В частности, вот они как раз выросли. Там 150% уже сейчас акции золотодобывающих компаний у меня дали по отношению к покупке. Но уже поздно. Я думаю, что уже пора фиксировать прибыль, а не покупать новые акции. Вот такие соображения. Ну, то есть, что я хочу сказать? Какие рекомендации? Ну, наверное, не дергаться. Потому что, если вы будете дергаться, то вы, скорее всего, потеряете просто свои деньги. Надо смотреть вперед, надо думать, прежде чем что-то делать. И надо думать, опять же, вперед, вот что будет. Когда я год назад говорил, что акции золотодобывающих компаний, вот тогда их, в общем-то, и надо было, наверное, брать. А сейчас уже, в общем-то сказать, время ушло. Надо думать уже о другом. И надо было думать об облигациях, судя по всему. Потому что ставка снижается, инфляция будет снижаться. Поэтому со снижением ставки доходность по облигациям тоже снижается. За счет чего? За счет того, что облигации растут в цене. То есть, облигации за прошедший год дали очень хорошую доходность в районе 12%. Даже вот в валюте у меня дала 10% облигация. РУС-28 очень хорошая. Но в этом во всем надо разбираться. И для того, чтобы в этом разбираться, ну, вы уже понимаете, что нужно этим заниматься, нужно изучать. Не торопиться. Потому что все ваши движения в попыхах, купить доллар и так далее, они приведут только к одному. Вы потеряете деньги. Много денег. Чтобы не потерять деньги, надо учиться. Ну, а самый простой и быстрый способ для того, чтобы все это изучить, это биржа для чайников. Друзья мои, вот поверьте мне, что я там рассказываю о том, на чем теряют деньги все новички. Потому что я тоже терял деньги. И много достаточно. Я за это заплатил своими деньгами. Я хочу, чтобы вы не платили. Я хочу, чтобы вы сэкономили свои деньги. Поэтому ссылочку вы увидите. Ну, и еще о том, что хочу сказать, что надо создавать все-таки источники пассивного дохода. Почему? Потому что вот у меня канал, например, посвящен созданию источников пассивного дохода. То есть надо искать такие моменты, когда для того, чтобы заработать деньги, вам надо все меньше и меньше работать. Вот это вот очень важно. Ну, вот смотрите, например, сейчас мы уже два дня гуляли по Выборгу. Мы хотели уехать в Финляндию, но Финляндию сейчас не пускают по понятным причинам вирус. Поэтому хотя бы на границе побывали. Вот, рядом с границей по Выборгу гуляли. Очень интересно было. Сейчас мы в Питере, заедем в Новгород. Ну, а потом мы планируем поехать уже на юг, на Эльбрус и на море. И все это происходит без отрыва, в общем-то, от работы и от бизнеса. Потому что мне ничего не мешает вот прямо сейчас взять, выйти, снять видео. Потом будет Wi-Fi, он есть всюду практически. И я просто размещу это видео, смонтирую и все. Я не завишу от того, где нахожусь буквально. То есть, мне все, что нужно, это наличие интернета и все, собственно говоря. И пассивный доход тоже идет, поэтому, что хорошо, то, что можно путешествовать совершенно спокойно. Без всяких, ну, как бы, чем больше у вас пассивный доход, тем больше вы можете путешествовать. Не надо ходить каждый день на работу. Вы не зависите от этого. И это прекрасно. О том, как я этого добился, ну, очень просто на самом деле. Я просто поставил цель перед собой создать источники пассивного дохода. И как-то они появились сами собой, что ли, я не знаю. Ну, это было удивительно, но это так. О том, как я это добился. Ну, опять же, ссылочка, как начать зарабатывать, если нет денег. Я об этом рассказываю. Это очень сложно, я могу сказать сразу, потому что без денег создать пассивный доход, это, ну, надо потрудиться. Потому что, если вы вкладываете не деньги, то вы вкладываете другие ресурсы. То есть, время, знания и так далее. Опять же, надо учиться и надо проявлять упорство. Вот упорство мне не занимать, поэтому я этого добился. Ну, а сейчас напишите, пожалуйста, что вы думаете о долларе и обо всем том, что я сказал. Счастливо, я продолжаю отдыхать. До встречи. С вами был Демитков Юрий.